Дорогие друзья, всем доброе утро! Я рад приветствовать вас на духовном завтраке. И мы сегодня поговорим о таком качестве нашего Бога, как оживлять. Оживлять или давать новую жизнь. К сожалению, бывает так в наших жизнях, что мы согрешаем нашими устами, в мыслях, в поступках. И после этого мы не очень хорошо себя чувствуем. Так часто бывает, что как будто внутри нас что-то умерло, и жизнь, она потеряла смысл. Уже не так ярко ты себя чувствуешь, уже не так любишь людей, по-другому как-то смотришь на Бога, и тебе просто от этого плохо. И что же делать? Вопрос, который очень часто возникает, и он должен возникать, потому что Дух наш, он всегда взывает к Богу, и ему нужно общение с Богом, ему нужна подпитка, ему нужно Божье вмешательство. И поэтому в это время, когда нам тяжело, когда кажется, что внутри нас все умерло, нам нужно идти в тайную комнату и молиться, молиться Богу с покаянием, открывать перед Ним свое сердце. И что же будет тогда? И пророк Исаия, это 57 глава, с 15 стиха говорит такие слова. «Ибо так говорит Господь, превознесенный и вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высотах небес, Его святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Аминь». Итак, мы видим, что Бог, Он хочет и Он будет оживлять сердца смиренных, сердца сокрушенных и дух смиренных. Мы помним псалмопевец Давид, царь Давид, когда он согрешил, то молитва его после покаяния была такой, что духа смиренного и сердца сокрушенного ты не презришь, Божий. Итак, друзья, если в нашей жизни есть какой-то запинающий грех, если мы согрешили и нам от этого плохо, внутри нас что-то умерло, друзья, приходите в тайную комнату, заходите к Нему, заходите к Нему с покаянием в молитве и говорите Ему то, что вы чувствуете, говорите о своих переживаниях, приносите Ему свои молитвы и милость Божья, она всегда превозносится над судом, она всегда превозносится над судом и Бог, Он будет оживлять, оживлять ваши сокрушенные сердца, Он будет оживлять ваш смиренный дух, и поверьте, вы выйдете из тайной комнаты уже другими людьми. В этом есть сердце Бога, в этом есть Его милость, во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас на этой неделе, ничего не потеряно, Бог все может оживить, во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok